Девушки отдыхают И лично узрев популярное израильское бытие, чувства остались незабываемые Святой город Иерусалим представлял из себя просто кальку с Безумного Макса и Фоллаута Пусть хоть один житель Иерусалима скажет, что вот это не похоже на их дворы Ощущение, что бомбить эту область не перестают никогда За рассыпающимися стенами святых городов настоящая безжизненная пустыня И достаточно зайти в любой двор, чтобы вдоволь насладиться еврейским бытом Знаете, до сего момента я был уверен, что евреи богатые Но пройдясь по их частным секторам, понял, что духовно до Израиля все-таки дорос Реально, вся эта картина просто как дом родной Честно говоря, мои обоссанные дворы даже пентхаусы по сравнению с этим А в местных раздроченных фикс-прайсах не просто проводка с потолка свисает Но и воняет дохлыми собаками Так что да, катарсис произошел И я понял, что без проблем смог бы там жить И именно в этот момент снизошло божественное озарение И я узрел его Напрочь разваленный офисный компьютер На 11.55 сокете Уже растасканный бомжами с местной помойки К счастью, бомжи... бомжи никогда не меняются Так что и здесь не были в курсе, что в компах представляет особую ценность И благополучно сперли блок питания Кулер и, судя по всему, жесткий диск Видеокарты у этого компа, уверен, и так никогда не было К сожалению, недалеко нашлась и полностью разбитая оператива Но самая ценная все-таки выжила Это материнка А срок H71M На 11.55 сокете В общем, довольно офисно И для большинства, быть может, даже старо Во всяком случае, 11.55 сокет сейчас не кажется таким уж уважаемым Но ищущий всегда найдет И насколько крут этот святой подгон, я сейчас и выясню После знакомства с бомжами эта плата, конечно, пострадала, но не критично Сбиты несколько полимерных конденсаторов И, пожалуй, это хороший знак, что моя элементная база успела устареть Керамических кондеров в моем каталоге нет Придется снимать с доноров У нас это, знаете ли, модно сейчас, так что не вижу в этом никакой проблемы Дорожки на плате не пострадали Да и процессор на месте и живой Хотя кулер с него снимали совсем небрежно Но все же, кроме кондеров, это ничего не сломало Стоял здесь двухъядерный пентиум И вот с ним из этой платы машину мечты все-таки не сделать А шансы очень даже есть Так что можно сказать, это некоторый еврейский челлендж Или же проверка скилла Таким образом, всего на 0 рублей, а шейки ли тем более Благодаря зрителю под ником WhiteCat Для 1155-го сокета у меня оказался вот такой вот i5-2400 Не менее годный процик, который до сих пор способен на свершение И мы это скоро узрим При этом он довольно холодный, так что никакого внушительного охлада не требует Поставить ему можно что угодно И это что угодно у меня тоже нашлось Следом жесткие диски И здесь тоже без еврейских скиллов не обошлось И за 0 рублей достать удалось аж 3 штуки Каждый по 500 гигов И каждому уже запланированы собственные задачи Как игры, монтаж И... игры, которые вы никогда не загуглите Подписчики моего третьего канала знают, о чем идет речь Но в любом случае, каждой из этих игр нужна видеокарта И вот с этим даже еврейские навыки не всегда помогут Несмотря на то, что цены в магазах стали несколько компромисснее Да и бум майнинга вроде как позади Все равно даже в DNS нет ни одной достойной карты, чью цену можно было бы назвать компромиссной Вот и моего скилла хватило только на 1050 Бичевый эталон пятилетней давности Которая все же по-прежнему не растеряла свои акции И убедиться в этом мы сегодня успеем Плюс этой 1050 в том, что она почти новенькая Да и досталась на халяву Минусы... она всего на 2 гига Так что по графину себе уже придется ограничивать Уверен, в этом тоже есть часть божественного испытания Это должно научить смирению Ну и даже если видеокарта этой системе досталась не такая уж уважаемая То вот за блок стесняться не приходится вообще Это 500 ватный хайпер Не особо китайский и не очень-то днищенский Все нужные пины у него на месте и даже больше Да и сам по себе он довольно надежный До сего момента последние лет 7 он работал вообще без перерыва 24 на 7 держа на себе один из серверов И судя по своей начинке пережил он все эти годы как настоящий герой В нем ничего не попухло, не перегрелось И сам по себе он без вопросов готов к работе И таким образом очередная деталь топ еврейского конфига оказалась внутри Так-то для большинства игроков на конфигурациях 2 ядра 2 гига И этот сборка уже может выглядеть шедеврально Но есть то, что сделает ее еще лучше Оператива В моем случае это два HyperX DDR3 по 8 гигов каждый Довольно топовые плашки, которые однако никем совсем сейчас не ценятся Зажравшиеся ее звери кроме четвертого DDR сейчас мало что уважают Так что добывать эти штуки получается очень просто и дешево Но к счастью не мне Эту гипердвоечку добыл для меня хорошо вам знакомый Алексей У него так-то и с приятелем свой канал есть, где они собирают компы Под разные слои общества и их валютные резервы Так что и на их сборочно-экономные развлечения можете взглянуть Ссылка будет в описании И это меньшее, что я могу сделать для Алексея Ведь сейчас он буквально принес сюда последний штрих И вот сейчас полностью готовая эта сборка перед вами Наконец-то это еврейское чудо собралось И пора перейти к его миссии Во-первых, это рабочий процесс Монтировать, озвучивать что-то и собирать на этом компе Можно без проблем Мощности хватает с головой И дабы не быть голословным Имейте ввиду, что геймплей последних обзоров на игры Что вы здесь могли видеть Целиком и полностью вписался с этого компа Так что да И поиграть, и геймплей с него списать очень даже можно А вот во что поиграть Ответит уже второй жесткий На котором поселилась моя стимовская библиотека Не секрет, что в последние годы ААА новинки не сильно-то радуют Так что любая игра, которая приносит хоть какую-то радость Автоматически становится одной из лучших А как показывает практика и торрент Таких игр немного Впрочем, то, что не пролазит системные требования этой пеке Тоже умудряется хорошо так работать В частности, это Doom Eternal И его производительность вы уже успели пронаблюдать Здесь ограничителями сразу выступили графика и разрешение По всей видимости, к процессору у Doom вопросов нет А вот к видеокарте очень даже Видеопамять не слабо перегружена Так что низкий графин с 720p в придачей Выдают здесь именно это Правда не сказать, что это так уж далеко от уровня современных приставок На которых, кстати, и в этом случае Уже получилось сэкономить Во всяком случае, от PlayStation и Xbox One Отказаться можно уже справедливо Все игры PlayStation 5 благополучно переселяются на Пеку И в системках много себе при этом не требуют А все игрули нового Xbox'а на Пеку переселяются автоматически Но если хотите узреть здесь исключительно консольный экспириенс Добро пожаловать в Cyberpunk 2077 На минимальной графе и тех же самых 720 пикселях Несмотря на то, что картинка не кажется такой уж привлекательной Куда бы не посмотреть Да и подгружаться все успевает не сразу По его производительности, перед вами сейчас буквально уровень PlayStation 4 И последние патчи Киберпанка это в очередной раз подтвердили Так что если думаете, что в этом состоянии играть в него нельзя Очень сильно ошибаетесь Ибо уже на своей лицухе Тоже, кстати, перепавшей на халяву Я с этими FPS'ами наиграл часов и так 10 И уж после них лично могу подтвердить Что проходить его так очень даже можно Особенно если у вас собирается тот же эконом-конфиг, что и у меня Следом можно взглянуть на достойный резидент современности Восьмерка На халявной лицензии и не менее халявном компе Играть в него получается очень приятно Всем, кто до сих пор к нему не прикасался Настоятельно рекомендую попробовать Да и в конце концов вы теперь отлично представляете На каких эконом-пеках у него есть шанс пойти Получить в этом случае можно около 40 стабильных кадров На 720p разрешении В целом этот резик работает и на 1080p Но падение FPS'ов уже куда чаще Да и звук от катсцен начинает отставать Однако именно здесь проявилась вся мощь i5-ом 1155-ом В сравнении с i7-ом 1156-ом Несмотря на то, что восьмерка отлично работала во вступлении На i7-ом минут через 10 она гарантированно зависала И так-то если рискнуть дать оценку игровой индустрии на ближайшие годы Игрокам на выбор представляются лишь две пилюли Самопальные игры с жуткой графой Которые забегают чисто по фану И поделки на Unity с Unreal Я успел побывать по обе стороны баррикад И теперь точно уверен, что моя еврейская система их выдержит Особенно, когда до Unity доходят руки у китайских мастеров Однако даже несмотря на всю крутость этой системы Стоит помнить, что она ещё и апгрейдам подвержена Процик всегда можно заменить на i7 или Xeon Видеокартой всегда может стать 1060-ком Или что покруче А если очень повезёт, то и сама система окажется на скоростном SSD Так что экономные приключения этой пеки далеки от завершения Но уже понятно, что она не даст своему владельцу ни в чём себе отказывать Так что работа продолжается А уж развлечения всем нам эта штука принесёт в любом случае Субтитры создавал DimaTorzok